Приветики пистолетики! Всем доброе утро! Вышла я с работы и бегу домой. Сегодня я работала в ночь. Сегодня была необычная смена, потому что столы сегодня не работали ночью. Работало только два тигеля. То есть мы работали. Вот такие вот дела. Ещё не знаю почему, пришла мне смс-ка. Надо почитать. Я до конца не поняла, что там написано. Отключили у меня интернет. Хотя я купила безлимитный интернет на месяц. В общем, нет у меня интернета. На улице моросит дождик. Я надену капюшон. Вот такая у меня дорога домой. Приду домой. Никого дома нет. Я одна. О, класс! Ещё сегодня у меня очень хорошее событие будет, которое я очень жду. Поэтому мне надо быстренько прийти домой, покупаться, лечь, отдохнуть. И потом пойти на своё легендарное событие. Вот. Что ещё рассказать? Быстренько вчера сняла видео, показала вам свои покупочки. Спасибо всем, кто мне уже полайкал моё видео. Я очень рада, что вы меня не забываете и смотрите мои видео. Буду дальше продолжать снимать. Но, ребят, времени как-то катастрофически мне не хватает. Вот. Столько хочется всего рассказать. И как-то быстро пролетает время, и я забываю, что я хотела рассказать. В общем, про работу расскажу немножко. Сейчас, ребят, камера в другую руку. Про работу немножко расскажу. Значит, работаю я на Тигеле. Вот. На машине. Работаю каждый день. С 6 утра до 6 вечера. Но вот бывают такие форс-мажоры, когда попросили меня выйти в ночь. Вот. Это первая моя ночь. А так я, в принципе, всё время работала днём. Вот. Что ещё рассказать? В выходной у меня один выходной в неделю. Ну, либо один выходной в 10 дней. Когда выходной, я не знаю. Мне говорит руководитель. Когда у меня будет выходной, тогда я отдыхаю. Вот такие вот дела. Так что, конечно, первый раз было такое, что и по 2, и по 3 дня я дома была. А сейчас времени вообще нет. Домой приходишь, быстренько купаешься, быстренько кушаешь, ложишься спать, встаёшь опять, бежишь на работу. Ну, с одной стороны, конечно, хочется и дома побыть, и видео поснимать. Ну, с другой стороны, я приехала для того, чтобы работать, и я очень рада тому, что меня взяли на тигель. Хотела поделиться своими впечатлениями по поводу польского языка. Конечно, первый раз, когда я приехала, мне было сложно. сейчас я уже не ощущаю такой сложности, потому что всё, что мне говорят поляки, я практически всё понимаю. Огромное спасибо, конечно же, одному человечку, вот, за то, что он помогает мне, за то, что он мне подсказывает, как что говорить. Вот, и благодаря ему я даже могу что-то говорить по-польски уже, вот, и стараюсь убрать свой комплекс и научиться разговаривать по-польски. То есть, даже если я не совсем уверена, что говорю, произношу правильно слово, предложение, то я всё равно его говорю. Если что-то неправильно, то меня поправят и подскажут, как. Вот. Учить, конечно, польский у меня не получается. Ну, я имею в виду так, как дома, чтобы посидеть там, в Ютубе посмотреть какие-то видео, поучить новые слова. Я учу слова на работе. То есть, в общении. Главное, больше общаться. Вот. И, кстати, это быстрее запоминается, потому что на слух ты воспринимаешь больше слов и запоминаешь, как их говорить. Вот. Поэтому могу сказать, что я уже довольно-таки неплохо понимаю, что мне говорят. Единственное, что сама сказать не могу до конца всех слов. Ещё бывает такая ситуация, когда я переживаю, то начинаю говорить по-русски. Хотя потом, пообщавшись, я понимаю, что... А почему я не сказала там предложение по-польски, потому что я знаю, как сказать это всё. Но почему-то вот именно, когда волнуюсь, я начинаю говорить по-русски. Вот такие вот дела. Птички поют. Смотрите. Посмотрите на вышках. Немножко вам покажу. Вот так вот по прямой дороге я иду домой. Идти где-то минут двадцать пять, тридцать. Ну, такой вольной, свободной свободной ходьбой. Что я говорю? Свободной ходьбой. В общем, не спеша. Вот. Просыпаюсь я в четыре утра. Собираюсь на работу. В пять нужно выйти. Пока дойдёшь, потом надо переодеться. И в шесть уже приступаем к работе. Вот так вот, ребят. Переходим через дорогу. Сегодня воскресенье. Магазины не работают. Смотрите, какие платья продают. Вот. Сегодня воскресенье. В воскресенье магазины не работают. То есть, как бы, если что-то купить, покушать, то, в принципе, ты нигде не купишь. Поэтому надо заранее покупать всё, что необходимо. Потому что, когда я была в прошлый раз, то некоторые магазины работали в воскресенье. А сейчас уже всё. По воскресеньям все магазины закрыты. Есть... Ну, на заправках можно там что-то купить, попить, перекусить. Вот. И есть тут ещё один киоск недалеко. Тоже там работает. Этот киоск в воскресенье. Всё остальное закрыто. Вот. Клепы разные. Клеп — это по-польски. Магазин. Сейчас мы будем проходить Lidl. Магазин Lidl. Видно, не видно вывеску. Вот. Я иногда хожу в магазин Lidl. Покупаю там овощи, йогурты. Вот. Также хожу в бедрёнку. Последние закупы, которые я делала и показывала вам, это всё я приобретала в бедрёнке. Ещё иногда хожу в Стократку. она недалеко от нас. Вот. В галерее. В торговый центр галерея. Или как правильно? Галея, наверное, правильно. Но почему-то все говорят галерея. Не знаю почему. Вот Lidl. Тоже закрыто всё. Здесь какой-то секонд-хенд или что это такое. Пять злотых штука. Две злотых, пять злотых. На улице, несмотря на то, что моросит дождик, но всё равно так приятненько. Особенно, когда ты рано утром идёшь. Да ещё и домой. Кстати, вот там было написано магазинчик небольшой. Было написано, что в воскресенье с восьми до трёх работает. То есть, в принципе, можно походить и найти какие-то магазины, если прям так сильно необходимо. Я не знаю, правда, как работают или какие-то кафе. Вот. Думаю, что-то доработает. Контор золото серебро. Контор это обменник. Можно денежку поменять здесь. Я, по-моему, да, я сюда ходила. Хотела поменять деньги, когда уезжала. вот. Склеп электроники. Хорошо на улице. Мне нравится. Бадушки, ребятушки, немножко показала вам Пышково. Я домой купаться, спать. Всем хорошего настроения, хорошего денечка, позитивного дня вам. Вот. Любви, счастья, здоровья и всего-всего самого-самого прекрасного и хорошего. я вас целую. Руки у меня все порезанные. Сегодня какой-то травма на травме. Сегодня я как-то то ударюсь, то порежусь. Ну, вот такой вот я человек. Бываю все ребятушки, мне осталось тут совсем чуть-чуть дойти. Все, всем па-па! Абсолютно. Спасибо.